но вроде пришли немного силы чуть-чуть окреп решил обойти свой остров хотя бы посмотреть что он из себя представляет по кругу сегодня вот уже вечер правда мы немножко пройду интересная бухта здесь сейчас иду посмотрю это мангровая бухта там мангры друзья ну что я увидел оказывается это не один большой остров как я представлял это здесь группа необитаемых островов потому что они небольшие ну тут никто не живет здесь никого нет пройду сейчас дальше посмотрю чем меня еще удивит мой островок вот это получается слева вся длина моего острова ох ничего себе тут рыбины плещут обалдеть так вот справа еще островок и спереди я вижу еще один остров третий и там вдалеке виднеется еще один очень далеко километров 8-10 наверно совсем дикое заброшенное место такое прямо аж ух вот друзья это необитаемые острова птицы такая классная тишина большая часть вот это получается у острова мангровая мангровая часть здесь мангровые леса получается что я еще удачно вышел на участок своего скажем так маленького пляжа потому что вот здесь бы я точно бы нигде не пришвартовался не смог бы кемпинг разбить ребята вот именно так выглядят настоящие мангровые леса на необитаемом острове там на меня какая-то зараза рычит надеюсь не кинется я даже не вижу только слышу алё гараж кто там что-то недовольная какая-то зверюшка а а о о о о Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Забревел я, короче, в такие места, куда я сам даже не представлял Ох! Какое-то зверьё тут меня уже обречало от недовольства Пока я тут живности особо так не вижу Но я так понимаю, что они просто все прячутся Потому что змей, игуан, всяких тут обезьян Их должно быть просто море Звуков очень много из леса Ладно, в следующий раз посмотрим Попробуем, может быть, сюда пройти Сейчас пока хочу обойти остров, успеть Это солнце уже садится Я сейчас с противоположной стороны острова От моего кемпинга Вот кемпинг у меня находится чуть-чуть дальше Вот где эти пальмы С правой стороны Совсем маленький островок Красотища Сейчас бы дрончик был сверху заснять вид И здесь, ребята, вот с этой стороны Идеальное песчаное дно Прямо песок один и всё Удивительно Сам берег такой не очень гостеприимный А вот во время отлива, я так понимаю Песок, когда обнажается здесь Шикарно Да, во время прилива Здорово купаться Всё, друзья Вот так вот я, наверное, около получаса Не спеша обошёл весь остров И вот сейчас Вот за этими камнями сразу Прямо Уже мой кемпинг Здесь сплошные скалы Когда отлив, вода уходит И дно очень каменистое, скальное И вот вдалеке Я не знаю, сейчас будет видно или нет Беленькая такая Стоит Палаточка Как выглядит мой остров Дебиле Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Да, друзья, попал я. В шторм. Это словами не передать. Думал, все. Думал, перевернусь нафиг. Капсдец. Что пришлось пережить? Случился самый страшный сон каякера. Я вышел сегодня с утречка на рыбалку и попал во время прилива в сильнейшее течение, которое понесло меня в открытое море. Но это полбеды. Остальная беда заключается в том, что в этом течении огромные волны, они сумасшедшие, они выше каяка. Эта вот камера не передает, но на самом деле волны выше каяка. И они сумбурные, бьют со всех сторон. Ребят, первое, что меня спасло в этой ситуации, это Бог, которому я в тот момент молился. Второе, спас опыт. Все-таки уже научился за много месяцев, научился работать веслами и видеть, понимать, куда и как грести. И третий, ребята, откуда-то взялись силы, просто удесетерились. Я не знаю, откуда они взялись, но это от Бога. Скорее всего тоже. Что я выгреб против сильнейшего течения, которое... Я не знаю, если я грибу на каяке со скоростью примерно в средней, 7 километров в час, то я греб сейчас в полную силу. Ну, скажем так, километров 12, да? И выходил со скоростью где-то 1 километр... Ну, в общем, ребят, в общем, течение больше 10 километров в час, вы представляете, да? И занесло далеко от острова, и нужно было это огромное расстояние пройти. И что самое интересное, вокруг меня тысячи волн, они все выше каяка, реально. У меня нет защиты на каяке, то есть открытое пространство, открытый кокпит. Если бы вода попала туда, хотя бы одна волна, хоть бы одна волна вот туда серьезно захлестнула, ребят, моментально бы перевернула, и вспоминай, как звали. Так что вот такое серьезное испытание на небитаемом острове пришлось сегодня пройти, друзья. Всем хорошего настроения, а я купаться в море. Я счастлив, что я выбрался из этого кошмара. Вот на таких огромных танкерах перевозят топливо от фертамина индонезийская мельсиновая компания государственная. огромный, конечно. КОНЕЦ Ребята, а вот это вот следы большого варана. Полоска это у него от хвоста и видит такие узорчатые лапы. Этого варана видел сегодня, а камера под рукой не оказалась. А он здоровенный такой. Как крокодил. Вот и здесь его следы. Все использовал. Цветы, которые падают с этого дерева, под которым я расположил свой лагерь. Красивые. Вот такие вот бутоны набухают, отваливаются. Ну вот, друзья, почти неделю я прожил на этом острове. Смотрите, кстати, во время отлива как вода уходит сильно. Представляете? А здесь вот я купаюсь. Вот где я стою, я уже купаюсь, чуть ли не в полный рост. Сейчас буду утащить лодку. Вот в том направлении нужно с утра как можно быстрее сейчас уйти, потому что иначе будут волны большие. Все, и двигаюсь дальше по Южно-Китайскому морю, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok